Дорогие друзья, мне многие заказчики пишут, почему вы все время говорите, что заказчики плохие, что о работниках ни слова. На самом деле я так не говорю, просто я высказываю мнение многих специалистов. Но это видео хотел посвятить именно рабочим, разделить их по типу, виду, скажем так. Вот на комментарии Антона Иванова, а можно также про типы ремонтников рассказать, все виды сводятся к нытью, что заказчики плохие, а то, что часто работники жадные, ни слова. Давайте поговорим как раз об этом. Итак, я разделил 6 подтипов, подвидов, скажем так, рабочих. И самое главное, если вы являетесь рабочим и смотрите это видео, интересно, к какому вы себя по типу отнесете. Напишите в комментариях, такой справедливый анализ делайте. Первое. Альтруист. Это кто такой? Это делает много бесплатной работы, угождая клиенту даже в ущерб себе. Какой плюс от такого рабочего? Первое. Клиент всегда доволен. Экономия в работе для клиента. Работа всегда на пять с плюсом. Даже если нет денег у заказчика. Какой минус? Рабочий не зарабатывает денег достаточно. Сарафан будет соответственный. Такие же клиенты, потому что многие будут пользоваться этим в корыстных целях. Многие заказчики. Вот такой первый подтип. Альтруист. Второе. Реалист. Это сколько заплатили, столько и сделали. При этом на то, что заплачено, сделано на отлично, на пятерку. Но при этом рабочий не проявляет инициативу, которая усложняет ему работу. То есть, вот сколько заплатили, столько сделал. Вот. Какой плюс? Больше зарабатывает, если хорошо все обговорено. Рабочий. То есть, больше зарабатывает, но при этом заказчик будет доволен, если все будет обговорено. А если же что-то недоговорили, то возникают проблемы. Для заказчика это средний сегмент в оплате. Какие минусы? Работа может прекратиться в любой момент, если у заказчика закончились деньги. Такой мастер не преклонен, амбициозен. Делает ровно столько, насколько оплачено и ни граммов больше. Это вот второй тип. Реалисты. То есть, сколько заплатили, столько и сделали. Третье. Мазохисты. Все время чувствуют свое вино. Думают, что заказчик будет недоволен. Это скорее болезнь, чем тип, но часто встречается. Какие плюсы можно в этом подтипе рабочих? Но в основном это для заказчика. Это своего рода раб. Им легко манипулировать, можно заставить сделать работу бесплатно. Заказчик выигрыш в любом случае. Исключение составляют только добропорядочные заказчики, которых очень мало. Какой минус? В основном для рабочего. Очень мало получает, а то и вообще бесплатно работает. Вот такой третий тип. Мазохисты. Четвертое. Эгоисты. Или манипуляторы. То есть, они легко манипулируют заказчиков. Плюс для кого? В основном для рабочего. Делает все быстро, но очень небрежно. Большая зарплата. Клиент находится в постоянном давлении и иногда не понимает всего. Чаще всего он начинает разбираться в происходящем уже после того, как рабочий ушел. Это своего рода такой манипулятор умеющий. Какой минус? Заказчик теряет много денег. Чаще всего приходится переделывать. Такой вот четвертый тип. Это эгоисты, я их так назвал. Пятое. Преспособленцы. Кто это такие? Это те рабочие, которые цепляются за любую работу, но опыта не имеют. Очень часто встречается такое, что сначала договариваются, подписываются, а потом начинают что-то выдумывать. Какой плюс? Да плюсов практически нет ни для кого. Ни для заказчика, ни для рабочего. Почему? Потому что работа не сделана, время потрачено, материал загублен. Поэтому это большой крах для всех. Исключением составляет только те рабочие, которые успели забрать деньги и убежали. Понятно тогда для них плюс. Чаще всего так и происходит. Какой минус? Работа-брак, деньги на воду и переделки. И последний такой потип. Шестой. Самоутвержденец. Пытается поднять свою самооценку любой ценой. В чем плюс? То, что заказчик в плюсе, так как рабочий часто делает в ущерб себе, чтобы доказать свою трудоспособность, свою уникальность, свою профессиональность. Вот. И также в чем еще плюс? То есть меньше денег, максимальное качество. Это опять же для заказчика. Минус. Рабочий страдает. И это иногда доходит до болезни. То есть когда ты на самом деле работаешь не для того, чтобы заработать деньги, а чтобы что-то доказать. Часто делается много бесплатной работы, чтобы себе что-то доказать как раз. Это вот такой шестой вид. Самоутвержденец. Вот возможно существуют еще подтипы. Может кто-то, если наблюдает, знает, напишите в комментариях. И также было бы интересно, к какому подтипу вы себя как рабочих относите. Вот. А также для заказчика очень важно это понимать, потому что когда вы работаете с клиентом, если вы не видите вот этого в своих рабочих, если вы не пытаетесь увидеть, кто перед вами, то соответственно будут проблемы уже в дальнейшем. Вот это тоже очень важно. На самом деле я не говорю о том, что все рабочие хорошие. Нет, ни в коем случае. То есть люди везде одинаковые. То есть что со стороны заказчика, что со стороны рабочих. То есть везде есть те, кто качественно делает, те, кто халявит. Научиться определять, это уже, я считаю, все в наших силах. Вот с помощью таких подтипов, я думаю, что кому-то будет полезно. В принципе, все, что хотел сказать. Какие-то вопросы пишите. До новых встреч. До новых встреч.